О происхождении Бахчисарая Своё название в переводе с крымско-татарского, означающее «дворец в садах», город Бахчисарай получил из-за ханского дворца Бахчисарай. Сколько поэтичности и восточной загадочности в этом небольшом провинциальном крымском городке. Бахчисарая, находящаяся в центральной части полуострова, в предгорье, уголок крымской земли, испокон веков привлекал людей. Сегодня этот город известен как древняя столица крымского ханства, основанного в XV веке. О его возникновении рассказывают красивую легенду. Было это давно, когда крымской ордой правил мудрый хан Менглигирей, а ханство враждовало с Золотой ордой. Как-то раз решил сын Менглигирея отправиться на охоту. Взял с собой слуг, гончих собак и спустился из крепости в долину дремучего леса, полного различной дичи. Чудной выдалась погода и удачной охота. Много поймали тогда зверей. И лисиц, и зайцев, и даже трёх диких козлов удалось затравить. Возвращались домой радостные. Лишь сын Менглигирея был невесел. Мучили его какие-то сомнения. Всё думал о предстоящих государственных делах. Пожелал молодой хан побыть один. Отправил слуг с дичью в крепость, а сам поехал в чащу, к реке Чурксу. Тихо листва шелестит. Медленно вода журчит. Успокаивает сердце. Задумался ханский сын. Присел на камень у воды. Вдруг тишину нарушил какой-то шорох. И на противоположном берегу увидел сын Менглигирея змей. Вцепились они друг в друга. Борются не на жизнь, а на смерть. Застыл в изумлении юноша. Долго длилась схватка. Одна змея, искусанная и совсем изнеможённая, склонила голову и перестала бороться. Но не удалось противнику насладиться своей победой. Из кустов вышмугнула ещё одна змея. Она накинулась на победительницу и вновь завязалась кровавая схватка. Змеи настолько переплелись телами, что человеку же трудно было различить, где одна, а где другая. В азарте борьбы они откатились от берега в густую чащу. В лучах солнца увидел сын хана, бедную, измученную, побеждённую змею. Она напомнила ему об отце, роде, борьбе за ханство. Так же, как и эта змея, потерпев поражение от золотоордынцев, его народ с трудом поднимал голову. «О чудо!» — подумал сын Менглигерея, когда увидел, как поражённая змея силиться подняться и пытается ползти. С великим трудом она преодолела боль, приблизилась к реке и погрузилась в прозрачную воду. Вот её тело приобрело гибкость, и она всё быстрее и быстрее помчалась к другому берегу. Как же удивился человек, когда увидел, что на теле змеи уже не было ни ран, ни укусов. Воскликнул сын Менглигерея. «Это знак! Счастливый знак! Нам суждено подняться!» Скочил с камня, сел на коня и помчался в крепость. Рассказал отцу об увиденном, и они стали ждать вестей с поля боя. Вскоре хорошая новость обретела всё крымское ханство. Победа за ними! Они одолели ордынского хана Ахмеда. В память о великом знамении велел Менглигерей на том месте, где схватили с смертельной битвы две змеи, построить красивый дворец. Двух змей, тела которых переплелись в схватке, хан приказал высечь на дворцовом гербе. Так возник Бахчисарай. Историческая личность Менглигерей, сын Хаджигерея, основателя татарского ханства в Крыму, в историю вошёл как хан Крымской орды. После смерти отца в 1466 году Менглигерей, заручившись поддержкой населения, занял ханский престол, обойдя своего старшего брата Нурдаулета. В период правления Менглигерей Крымское ханство отделилось от Золотой орды, результатом чего стала длительная вражда двух государств. Перевес в борьбе оказался на стороне Менглигерей, и он окончательно утвердился на ханском престоле. Позже Крымское ханство попало под вассальную зависимость от Турции и имело союзнические отношения с Москвой. Ханский престол унаследовал сын Менли, Магомед Гирей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова